Дорогие друзья, продолжая наш эфир, напомню, что все средства массовых коммуникаций для вас, это смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово маяк, есть форум, радиомаяк.ру, ну и телефон прямого эфира 7287171, код города Москвы 495. Дорогие друзья, начинается наше очередное научное свидание. Как всегда в студии находится доктор гастроэнтерологических наук Лена Батинова. Добрый день. Добрый день. И мы сегодня поговорим с вами о журналистике. Главным докладчиком выступает журналист или ведущий Евгений Додель. Здравствуйте, Евгений, рад вас видеть. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы хорошо выглядите, только поближе к микрофону, у вас нет петлички, да, простите. Да, Евгений, так и сел, да, Евгений, наш коллега, он ведет программу Правда 24 на канале Москва 24, и я регулярно смотрю за вами, кстати. Евгений, мы вас регулярно слушаем. Да, хочу сообщить сразу при неприятности известия, в жизни вы гораздо лучше, чем на экране. Да? Да. Почему? Я думаю, что это наоборот очень приятное известие, потому что на экране это образ, а в жизни это я. А в жизни это я, да? Я, кстати, всегда удивляюсь, думаю, почему вот так камера, вы знаете, одних любят, одни в жизни вот серые мышки такие. Знаете, вообще ни о чем. В кадре красавицы народные. А другие наоборот. Это для себя сейчас, да? Ну, немножечко. И все-таки, вот с чем это связано? Говорят иногда, что камеры человека любят. Ну, некоторых любят, некоторых не очень, к некоторым она индифферентна. Мне главное, чтобы камера любила гостей. Да. Для меня, для меня существенно. И это самое главное. Вот, Евгений, о гостях мы хотим поговорить. Скажите, у каждого сотрудника ФСБ, КГБ, НКВД была мечта, говорили, это пострелять из Маузера Дзержинского. У кого вы хотели бы взять интервью? Я, к сожалению, хотел бы взять интервью тех людей, которым уже невозможно взять интервью, те, которые уже ушли от нас. Ушли от шинатура. Да, есть целый набор людей, с которыми я в свое время не поговорил, имел такую возможность, но не поговорил. Об этом жалею. Из всех, которые здравствуют ныне, почти со всеми я еще поговорил, или они уже в шорт-листе до конца года я с ними поговорил. Ну, и все-таки, вот есть какая-то мечта такая, та, которая вот, ну, она, видимо, осуществима, но... Нет, ну, я, наверное, не буду оригинален, и даже не хочу вот здесь что-то вот изображать. Я, естественно, как, наверное, не только отечественный журналист, хотел бы просканировать нашего президента. Потому что одно дело, когда я вижу его на прессухах или на экранах телевидения, другое дело, если бы я с ним мог поговорить в камерной обстановке, даже не взять на экран, потому что всегда ты понимаешь что-то про человека. Ну, или у тебя есть ощущение, что ты понимаешь. Поэтому с Путиным, конечно, поговорить было бы очень интересно, потому что фигура, он загадочная. Ну, вот в моей системе. А вот скажите, вот мне сразу интересует вопрос. Я понимаю, когда следователь, да, он задает вопрос для того, чтобы выяснить истину. А зачем журналисту разговаривать с другим человеком, и что он хочет выяснить? Я, во-первых, всегда хочу понять, у каждого есть маска. Даже когда человек не отдает себе в этом отчет. Ну, допустим, профессиональные актеры, они просто 24 часа сутки играют, не отдавая себе действительно в этом отчет. Ну, у каждого человека есть своя маска, и заглянуть за эту маску, вот понять, где это защитное, где это наносное, где это истинное, очень важно. Тем более, если мы говорим о человеке, от которого мы все зависим, потому что мы от политиков, мы зависим, от руководителей государства, мы зависим, в общем, весьма существенно. Не только мы, но и весь мир, в общем. А у вас есть какие-то свои секреты, наработки, может быть, опыт? Эту маску не так легко снять иногда с людей? У меня никаких особенных секретов нет. У меня достаточно банальный, банальный, как бы, прием. Я, если я не точно понимаю про гостя что-то, я в Фейсбуке всегда говорю, у меня будет разговор с таким-то и таким-то. Отличный вариант, кстати. И, как правило, в личку, то есть не в открытом, на стене, но в личку очень много сбрасывают. Ну, иногда какого-то компромата, там, да, эта сволочь меня там в таком-то году кинула, там, да, или что-то, или спроси у него про это. Спасибо за этот прием. Очень простой и эффективный способ из 5000 подписчиков, это максимально, что позволяет иметь Фейсбук в частном лицу, ну, получить там, ну, хотя бы десяток каких-то достаточно интересных наблюдений. А вы смотрите, Евгений, есть Американская школа журналистики, и, насколько мне известно, в свое время об этом говорил Познер, говорят, в принципе, многие, кто общались с тамошними журналистами, есть определенный набор инструментов, с помощью которых можно, скажем так, развести или, скажем так, разговорить с собеседниками. Раскрыть ушло. Раскрыть, да, простите, да. Ну, а вы пользуетесь такими методами? Да, я не считаю, что это какая-то заокеанская технология. У меня есть опыт работы, в том числе, там, и в Соединенных Штатах Америки, достаточно долгий. И я не считаю, что там журналисты, в принципе, сильнее наших. Это просто все вопрос финансирования. Дело в том, что, понимаете, если вам на материал дается три месяца и четыре помощника, то вы сделаете блестящий материал. А если вы должны сделать выпуск или там написать статью в течение нескольких часов, просто другие возможности. Я могу сказать, что деловая журналистика у нас точно абсолютно сильнее, чем в США. И я не считаю, что, в принципе, там в профессиональном отношении люди крепче, чем наши олдскульные, так называемые, скажем так. Ну да. То есть вопрос стоит, в принципе, в первую очередь финансированию. Да, в возможностях. Там, собственно, поэтому и разворот первой в еженедельнике бизнес-вик, он стоит там 300 тысяч долларов рекламы. Там и другие расценки, естественно, потому что и другие зарплаты, и другие возможности. Так что все, на самом деле, упирается просто, скажем так, тупо в деньги. Но с другой стороны финансирование, а с другой стороны, это же тоже твоя профессиональная... Ну, то есть твоя профессия. И если мне кажется, что мои друзья, которые журналисты и работают в других странах, они настолько дотошны и настолько берегут имя, свое собственное имя в этой профессии и свою собственную профессию, что они настолько дотошно этой работой занимаются, досконально. И мне кажется, что иногда наши российские журналисты это делают так. Ну ладно. Больше ничего не нашло. Дело в том, что мы вообще здесь запутаемся сейчас в терминах, потому что у нас под словом журналисты понимают кого угодно. Ресторанный критик, он у нас журналист, ведущий, журналист. Мы с вами тоже журналисты, радио ведущие. Это все называется репортер, это тоже журналист. Это разные профессии. Потому что вот репортер, допустим, такой, как был там Саша Политковский. Кстати, недавно он исполнил 60 лет. Вообще никто из отрасли не поздравил. Вы знаете, я встречу, потому что я преподаю с ним в одном вузе, он сейчас преподает журналистику. В отличной форме, кстати, находится. Ну, у нас с вами, значит, разные представления в отличной форме. Я считаю, что Саша пьет больше, чем должен быть. Я считаю, что журналист должен быть пьющим. Друзья, да. Но Саша, я считаю, что он от невостребованности, от своей злоупотребляет этим делом. И вот он настоящий репортер. Это человек, которым он там в багажнике, его провозили на атомную электростанцию. То есть вот он реально добывал какую-то информацию, которой не было у других. Сейчас зайдешь в Google, там, если ты хорошо освоил эти навыки, ты можешь сделать заметку, там, или сюжет в течение часа. А раньше вот он действительно ехал там на какую-нибудь Камчатку, ехал в Беларусь. И был эффект этого работы. Это другая журналистика. Поэтому давайте определимся. Есть колумнисты, которые пишут колумки. Да, есть там обозреватели, есть там, вот, как я уже сказал, критики. Это все немножко разные рецензенты, это разные профессии. По разным критериям оценивается их работа, разный с них спрос. И вот вы говорили о тщательности работы. Здесь тоже по-разному. Какая может быть тщательность у репортера? Ему надо оказаться в нужном месте и там нажать кнопку диктофона или кнопку камеры, у него есть эксклюзив. Здесь элемент какого-то везения и упорства. Да, это чудо, кстати, чудо и упорство. Слушайте, Евгений, ну на секундочку мы отойдем от мысли нашей, да, и вернемся к вопросам, к вопросам, например, первым лицам государства. И вообще к вопросам гостям. А скажите мне, пожалуйста, я понимаю, что мы всегда, и я в том числе, мы удовлетворяем свое любопытство. И Лена, когда мы, например, приглашаем гостей, нам интересно то, что интересно нам. Но вопрос всегда стоит, что за нами стоит огромная масса, ну не масса, огромное количество людей, миллионы, да, которые нас слушают. А вот как сделать так, чтобы это было интересно и тебе, и людям? Вы знаете, вот я, наверное, здесь в значительной степени подставлюсь, как говорят, но я вам честно скажу, что я вот по этому поводу не заморачиваюсь, что интересно моему зрителю. Отличный вариант. Никакого маркетинга не проводилось. Какая у меня аудитория, я не знаю. То есть по там и социальному, там цензу и по имуществу. И возрастного. По возрастному, да. И поэтому я всегда спрашиваю то, что интересно мне. И если я совпаду каким-то образом со зрителем, значит, у меня будет доля, а она, слава богу, есть пока. Значит, пока, значит, вроде бы, как я совпадаю. Но не совпаду, значит, это не мое. Я должен пойти на другой канал, в другой слот, или заниматься вообще чем-то другим. Но тот, знаете, еще один очень важный вопрос. Это же не может тоже. Я просто думаю над этим вопросом над Вадиковым и над Вадиковским. Я думаю, что это невозможно просто так. Быть, нравится всем, удовлетворить все вкусы, это же нет. Но если мы говорим как раз про океанский опыт, то там очень много тщательно работают именно с маркетингами, инструментами. Они выясняют, какая аудитория в это время на этом канале, или у этого издания, и под нее определенный способ отстраиваться. Но как это делает Опра Уинфри? Да, кстати, а вот Опра... Мужчины и женщины рыдают, и сами люди, которые приходят. И гости рыдают там, да. Опру пытались копировать во всех странах, в том числе и у нас. У нас не будем перечислять фамилии наших с вами коллег, которые... Все-таки там помимо формата есть еще и личностный момент. Потому что если бы можно было скопировать просто формат, снять один в один, то тогда бы не было вообще проблем. Формат выстрелил, есть возможность у любого канала. А вот сделать не что, а как, вот это вот существенно. Потому что... А в чем вот чудо-режиссур? Вот кино, казалось бы, берешь шедевр, но делаешь просто шаг за шагом. И ничего не получается ни от этой магии кино. Вот в чем вот режиссур? Я же сам не понимаю, когда я смотрю на экран, и меня затя... В чем это? Как это сделано? Я не понимаю. И я думаю, что если мы говорим о журналистике, вот о формате интервью, в котором мы с вами работаем, то здесь очень вот существенный именно какой-то вот личностный момент. Это правда. То есть вот это критерий нравится-не нравится. Вот бывает, что человек, ну, не нравится. Знаете, как, Вась, ну, не нравится. Ну, не люблю я тебя, да. Здесь, насколько ты не был профессиональный, грамотен, эрудированный, ты не выстрелишь. А бывает, что у человека нет ни эрудиции, ни дикции, но есть какое-то там, допустим, обаяние. И он цепляет на нее, смотрит. Поэтому в случае с опрой, я думаю, что это вот пытаться пронизировать, что она афроамериканка, бла-бла-бла, там, с обычным весом, там, и что вот она... Все-таки не в этом дело, а дело в чем... Мне, кстати, опра никогда не нравилась. То есть мы... Ну, вот меня не цепляло. То есть мне... Я понимал, что через 3-4 минуты я ухожу в астрал, то есть теряю нет разговора, или не моя тематика. Вот. И еще очень важный момент искренности. Вы знаете, я... Да, это вторая история. Я помню, что как-то во время каких-то вот выпиваний на Кинотавре у Андрея Державина... Это музыканты сейчас в машину времени. Да, в машину времени он был сольным музыкантом, да. Мы руки вверх обсуждали, которые в этот момент в Сочи гостралили. Я говорю, ну, объясни мне, ну, как вот этот примитив, это абсолютно плоская такая вот пошлятина, цепляет вот людей, что они просто... Я открою, что он говорит, знаешь, они искренни. Когда человек искренний, это очень важно. Это выше любого профессионализма. Вот когда человек искренне переживает, и когда он верит в то, что он делает. Вот он делает, там, не знаю, это три аккорда, но он не вкладывается, ему это вот нравится. Вот есть люди, которые вот живут на сцене, вот там, Филипп Киркоров, сколько с ним было скандалов? Ну, он, как вот Ваня Деменовна говорит, он сдохнет, если его не отлучить от эстрады. То есть вот ему вот это надо, у него вот это есть, ему самому это вот приятно. Он не выходит заработать денег или собрать молодежи семьи. То есть и это тоже, это тоже. Он вот этот, реально, этот очень важный момент искренности, и вот этого, то, что он называется, месседж. Да, месседж. А вот смотри, Евгений, вот здесь как раз мы зашли на такую поляну, такую не самую удобную. Мы говорим о личности на телевидении, в журналистике, и мы говорим об искренности. Вот ни того, ни другого сейчас, ни на телевидении, ни на радио, ни в газетах особо не приветствуются. Я не соглашусь. Я считаю, что очень много, просто не хотелось бы людей называть, мы все-таки работаем в одном холдинге, в котором не хотелось бы людей из других каналов, как бы, называть. То есть, как о них никто не знает, только никто не знает. Но я считаю, что это неправда. Есть люди, которые берут вот именно вот эти миссии. С профессионализмом это понятна история, от чего это. Потому что у нас, во-первых, не учат. У нас не учат. Не учат. И есть, конечно, там журфак МГУ. Пусть засурские на меня не обижаются. И на меня тоже. Засурские, да. Но там действительно, там чудесная атмосфера, там все отлично. Но там профессии не обучают абсолютно. Поэтому у нас до, там, 80... Ну, условно, скажем, 8-го, 89-90-го года, то есть в Советском Союзе, было там 5-6 изданий крупных, там по 4 полосы всего. Там и один фактически канал, центральное телевидение. Потом образовались тысячи средств массовой информации, а кадров для них нету. Поэтому в профессию очень много людей пошло просто, ну, без каких-то элементарных навыков профессиональных. Но все-таки, смотри, вот если говорить о личности, например, раньше, кто были ведущие новостей? Это были личности. И мы, слушая их, переживая через них новости, да, мы принимали или то, или другое решение. Мне кажется, они были совершенно нейтральны и совершенно бесчеловечны. Мы сейчас не про дикторов говорим, а как раз вот говорим про 90-е годы, когда вдруг вот целая плеяда, да, пришла ведущая. Да в 90-е годы было достаточно легко стать популярным и сделать карьеру в этой отрасли, потому что до этого настолько все находилось под запретом, что любое новое слово, любое новое движение, оно воспринималось как нечто свежее, как нечто революционное. Поэтому, если сейчас пересмотреть выпуски того времени, я иногда смотрю вот по каналу там «Ностальгия», по другим каналам, вот выпуски программ. Гав, Евгений, вы смотрите «Ностальгию». Иногда, да, иногда я осматриваю там того же Молчанова, после Павловича «Взгляд». Боже мой, это скучно, это медленно, нам нет никакого темпа. Вообще нету ничего, но в контексте того времени, это было. Вот когда было там 25 лет программе «Взгляд» и показывали какие-то фрагменты этих сюжетов, я думаю, боже, зачем вы это делаете, потому что люди, которые этого не видели, они посмотрят, как это вот это и есть. Вот это из-за этого столько шума и разговора, потому что это никак. Сейчас это никак. В отличие от музыки, которая вечная, то, что 200 лет или 500 лет назад сочинили, это можно слушать или не слушать. Да-да. Телевизионный язык очень сильно изменился, очень сильно изменились стандарты, очень сильно изменился лексикон, очень сильно изменился темп и ритмика, и ничего такого там, в общем-то, не было. Кроме, опять же, упомянутой какой-то искренности, желания какого-то прорыва, и вот этого драйва, который революционный, драйв был, нам казалось, что мы разрушаем какую-то огромную машину, тоталитарную. А сейчас нету такого единения. Нет единения элит и... Или нет заказа, скажем так. Ну, это понятно, что там вся революция 91-го года, она была сверху, это было, в общем, достаточно организовано, но здесь устремления элит совпали с настроением масс, а сейчас, в общем-то, очень все неравномерно и непонятно. А вот, кстати, вот нам пришло сообщение, да? Да. Журналисты, это, ну, как обычно, это же известный факт, это продажная шкура, продаж за 30 серебряников, не веря ни одному. А скажите, а насколько действительно вот советская журналистика была виновата в том, что советский строй пал? Нет, в огромной степени журналисты, собственно, разрушили империю. Но, опять же, мы были инструментом, как я считаю, я там, ну, все время говорю, там, Игорь, наверное, говорил, мы хунвейбин, вот эти вот китайские вот эти вот абсолютно без какой-либо аналитики, без понимания того, что мы делали. Естественно, журналисты как инструмент, именно журналисты и рок-музыканты разрушили эту систему. Но это делалось не за деньги. Деньги в отрасли появились... Только вот, лет 10 назад. Ну, нет раньше, это было 93-го года. Вот с 93-го года хлынули огромные деньги в эту отрасль, начались информационные войны, и война Березовского с Гусинским развратилась велика. А я получал заработную плату за... Ну, Вадь, ну ты можешь с ним перебивать? Ну, хорошо, извините, пожалуйста. Нет, я помню, как из московского комсомольца люди уходили к Яковлеву в коммерсант и шепотом в буфете говорили, там платят 100 долларов. 100 долларов это по курсу черного, было 400 рублей, это были огромные деньги. Потому что члены редколлегии, да, вы были члены редколлегии в московском, 65 рублей получали. А что такое 100 долларов нам сейчас? А был период, там, середины 90-х, когда люди покупали автомобили, разбивали их и оставляли их на обочине. Даже потому что это были легкие деньги. Ну да, сейчас мы прочитаем новости, вы видите, вот, с помощью прекрасной девушки. А потом продолжу разговор, уважаемые друзья, все работает, смс-портал 5533, все сообщения часто у Маяк, есть форум родимаяк.ру, ну и телефон прямого эфира 728-7171, код город Москва, кто не знает, 495. Дорогие друзья, продолжается наше заседание в студии, как всегда, кандидат педагогических наук Лена Батинова. Ну, а мы говорим о современной журналистике, и в гостях у нас современный журналист и телеведущий Евгений Додорев. Он работает на Москва-24, ведет программу, мне нравится вот это, когда все 24, правда 24, и находится на улице. 24 минуты, да. 24 минуты, да. А, 24 минуты, да. И улица, правда, на которой находится наш ход, практически. И мы говорим о правде журналистике. А скажите, Евгений, вот очень часто все ведь, все хотят одного, все говорят, вы должны говорить правду. А должен ли журналист говорить правду? Ни в коем случае. Спасибо. Я считаю, что это было большое заблуждение, и на самом деле к правде основной потребитель информации не готов. Он готов к мифам. Сейчас не готов или вообще никогда? В принципе не готов. Наш зритель, слушатель, читатель особенно. Поэтому, как показал опыт последних двух десятилетий, правда разрушительна прежде всего для социума, прежде всего для зрителя. Правда должен быть узким продуктом, деликатесом для элиты. Отличный вариант. То есть ложь во спасение. Только так. Но я думаю, действительно, если бы многие узнали о том, что Депардье не чистит зубы, я думаю, что к нему изменилось бы отношение. Хотя он очень талантливый. Я не знаю, как насчет Депардье, но когда в 2010 году Марк Руденштейн опубликовал свои мемуары о кинотавре, какая была реакция. Люди, допустим, они отрадисляют актера с образом. Да. И когда они узнали, что Абдулов деньги, которые жертвовали на храм, пропивал в казино, а Янковский, который для всех нас является, в общем, это великий актер, на самом деле, был не очень, в общем, в быту, так скажем, чеком. Ну, это шокировало люди. Людям это было неприятно. Этого не надо было делать. Ну, почему? Это говорит о том, что общество не взрослое и не может отделить зерна. Ну, вы знаете, существует вообще такой тезис, это не журналистский тезис, это ученые, о том, что наш этнос российский, он еще пока не вызрел. Мы дети. Да, мы дети, и какое может быть, допустим, самоуправление в детском саду? Отчего у нас тяга все время там имеет царя? Именно потому, что мы хотим... Это, опять же, я не свое говорю, я просто цитирую вот работы, которые я читал. В этом есть и свои минусы, и свои плюсы у нас, в принципе. Как вот, под русским я подразумеваю носителей русскоязычного менталитета. Кто говорит на русском и думает на русском, тот русский. То есть здесь я не деляю, там, татар, евреев. Ну, да. Вот. И если мы исходим из этого, то, ну, какая может быть правда? Разве можно детям рассказывать, что Деда Мороза нету? Да. Или говорить, что Алла Пугачева, это только певица. Да. Вы знаете, это викилик с детей, что там от варенья попа не слипается. Это ужасно. Но с другой стороны, посмотрите, вот тоже странная история. Все говорят, нам не нужно насилие, нам не нужен секс на телевидении, нам не нужно это. Это, это, это. Я до сих пор не могу забыть, я работал на одном, ну, таком теплом канале, да? Ну, на каком? Ну, на домашнем. И там вдруг соцслужбы говорят, елки-палки, у нас вдруг ночью доля подскакивает чуть не до 15%. Мы хотим выяснить, что нашим зрителям, которые хотят домашнее, теплое, доброе, естественно, без насилия, без секса. Что же они такое увидели, что вдруг они все так подскочили? Оказывается, фильм BBC. Стой и один оргазм. Все. Ну, конец. Хоть кто-то этот фильм поставил в сетку. Понимаете, с чем дело? И я думаю, с одной стороны, мы как малый 10, говорим, нам этого не надо, но с другой стороны, мы как малый 10, хотим все это увидеть. Хотим подсмотреть. Хотим подсмотреть, да, за этим. И поэтому рейтинги бьют все эти, пиф-пафу, и умирает зайчик мой. И нам это все нравится. А как только с чем-нибудь хорошие, добрые, все говорят, о-о-о, и переключают канал. Ну, здесь мы на крайне не можем ставить между насилием и правдой. Про правду иногда бывает вовсе без насилия, но гораздо более неприятные, чем сцены жестокости, которые в компьютерных играх или на экранах голливудских фильмах мы все видим. Так что это не одно и то же. Но все равно, согласитесь, что... И вот что нам делать? Идти на поводу у зрителя, да? Или, скажем так, на какую сторону мы должны все время, скажем так, оглядываться? На ту сторону, которая говорит, нет-нет-нет, табу-табу-табу-табу, или на ту, которая говорит, покажи, 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 покажи. А я не понимаю, что значит идти на поводу у зрителя, потому что если мы тот же пример с публикацией мемуаров Руденштейна рассматриваем, миллионный тираж был распродан, они делали впервые в истории существования издания допечатки, ни одного позитивного отзыва в «Благосфере» нет, какая гадость. Но все прочитали. Ну, да не читай, если ты уже прочитал, что это гадость. Если ты начал, после первого абзаца тебе стало неприятно, но остановись, здесь выбор. Тебе это насильно, как там в заводном апельсине, не показывают. Закрой газету, переключи канал, и все. Так что здесь, я думаю, что это игры такие, сам собой человек играет, я имею в виду потребитель. Ну да, 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 да. Медиапродукты. Ну что же, хорошо, будем играть с ним и дальше. Скажите мне, Евгений, вот вы носитель многих тайн. Как, в принципе, и мы. Мы достаточно хорошо знаем, к нам приходят гости, и ты знаешь его биографию, его судьбу, ты знаешь потаённые, скажем так, закололки, не только его судьбы и жизни, да, но и так далее, и тому подобное. Скажите мне, вас это тяготит, вас это пугает, и, например, кто-то говорил вам о том, чтобы вы эту информацию никогда не говорили. Понимаете, в чём дело? Потому что... Вы знаете, я, в принципе, до какого-то момента всегда спрашивал у гостей, о чём не надо спрашивать. И я перестал эту практику после визита Веры Полосковой, которая мне сказала, о, я знаю, это поэтесса, модная очень в хипстерских кругах, и она сказала, о, так я знаю, зачем вы спрашиваете, я ведь на журфаке училась. Я говорю, как, зачем вы спрашиваете? Вы сейчас выясните, о чём, мне не надо спрашивать, и потом в прямом эфире спросите. Я говорю, боже мой, чему у вас учат на журфаке? Я был поражён, я говорю, вы считаете, что вот я просто такой вот конченый абсолютно, что вот могу вот такой методикой воспользоваться, вы понимаете, что если я так поступлю там с вами, ещё с двумя-тремя людьми, это очень в узком мире мы живём, это мгновенно станет известно, и больше никто не придёт. Но, в принципе, я перестал это спрашивать, когда я понял, что вот столь извращённое может быть толкование. Поэтому я, если спрашиваю в эфире что-то, я понимаю, что гостю некомфортно. Я ухожу с этой темой или просто спрашиваю, вы не хотите об этом говорить? Всё я никогда не просингую, потому что задача, в общем-то, расслабить человека для того, чтобы он сам рассказал что-нибудь интересное или, может быть, неинтересное, но рассказал интересное. Да, интересное. То есть мы, опять же, говорим про ту же самую историю. Ведь у всех из знаменитостей есть набор этих баек, которые точуют из интервью, но биография одна. Но они по-разному могут её рассказать. С разными деталями, с разными настроениями, со смешками, с припеваниями и с каким-то вот, в какой-то новый контекст это сразу вот этой беседы помещается, и история выстреливает по-другому. Хотя, может быть, её уже слышали и знают. А скажите, Евгений, а вот, например, шантаж, это прилично в журналистике или нет? Это необходимый совершенно элемент. Шантаж абсолютно необходимый. Это шантаж или манипуляция, что это? И то, и другое нужно. Вы знаете, у нас такая профессия, и я вот помню разговор там с Сашей Невзорова, он мне ещё в 89-м году сказал, он говорит, наша твоя профессия, знаешь, она очень подлая. Есть поговорка, в доме повешенного не говорят о верёвке, мы с тобой обязаны. Вот, поэтому, если ты выбираешь эту профессию, и я... У меня был такой эпизод, вот, вы же Юлиана Семёнова помните? Как раз хотел о нём поговорить, да. Вот в день, когда его случился удар, фактически, это... Да, инсульт, это был 90-й год, то есть за три года до его физической смерти. Я просто в этот момент снимал его с группой BBC, с Оливией Лихтенстайн, с режиссёром, мы делали... Прям документальный фильм? Да, были Макурёхи, не сделали, а Святослави Фёдорови, а втальмолог такой был, делали с Семёновей. Я снимал, и Дима Лиханов, ну, мой коллега, он понимал, что вообще делаешь, сказал он мне. Ну, там у него текли слюни, там прочее. Я действительно подумал, ну, что я делаю? И я сказал остановить съёмку, хотя Оливия очень возражала. После этого, с кем я не говорил из профессионалов, там... Горька! У Киры Прошутинской, я спрашиваю, он говорит, ты обязан был, или ты журналист, и ты делаешь это, или ты не журналист. Вот у всех, у мэтров, у кого я спрашивал, мне все говорили, что в той ситуации я был, вот, ну, как бы, профессионально неправ. По-человечески, да, профессионально неправ. Вот тот же, там, Лимонов рассказывал, что во Франции был шок с тем же Невзоров, он показывал, как он умирающего солдатика, нажимал ему на рану, там, прыгал кровь, он спрашивал, больно. То есть, ну, казалось бы, ну, кто так может сделать? Невзоров так может сделать, поэтому он, собственно, номер один в профессии. Его не любят, в том числе и в цеху, журналистам про него что только не пишут, но это человек, который рождён для этой профессии. Я вот не уверен, что я рождён для репортерской профессии. Ну, да, да, да. Вот, потому что у меня вот эти вот, ну, барьеры есть. Поэтому я думаю, что репортером, в общем-то, сейчас бы не смог бы работать. Слушайте, у нас, да, извините. В целом, в одном интере, что вы очень жёсткий и даже, может быть, где-то циничный руководитель. Как руководитель я жуткая сука, как я говорю. Это видно. Просто, да, потому что я... Мне не видно, потому что сейчас вы не руководитель. Здесь дело в том, что, к сожалению, люди не готовы к чему. Они часто принимают проявление демократичное, что я могу попить кофе с человеком. Говорят просто, да. И потом его оштрафовать там на следующий день. У них это не укладывается. Либо мы дружим, либо мы... У нас, да. В работе, работа, служба-служба, а дружба-дружба. Такая у нас поговорка есть на минуточку. Многие люди не разделяют это, да? Да, и, к сожалению, да, у меня репутация очень плохая, потому что я в силу обстоятельств, я был наемным руководителем крупноиздательского дома, я уволил сотни людей. Да. Причем уволил... То есть у вас руки по локоть практически. В общем, да. И это все люди из среды, это люди способные, это люди хорошие. Но передо мной была поставлена задача, которую я взялся выполнять. И причем я нисколько увольнял, здесь глагол сливал. Очень часто вот мне, ну, мне надо было вот избавиться от коллектива, это приобретенное издание, крепкий коллектив, но собственник говорит, я не хочу, чтобы там кто-либо остался. Я поскольку я уже взялся, ну, исполнять обязанности там главного редактора, ну, либо я должен сказать, нет, увольте меня, этого не буду делать, либо это исполнял. Я это исполнял, удовольствие от этого не получал. Не получал, да. Но вы должны были делать, да. Ну, что значит должен? Всегда можно было найти какой-то компромисс. У нас все согласились на эту работу? Да, но руководитель я действительно жесткий, поэтому не стремлюсь, удовольствие не получаю. Знаете, есть такие садисты типа Вася, ну, Андрея Васильева, который, он и подбирает вокруг себя, мазохисток, потому что там такой симбиоз, им нравится, когда их унижают, им нравится унижать. А я удовольствие от этой игры не получаю, поэтому с легким сердцем избавился вот от этой должности руководителя. Слушай, Жень, ну вот возвращаясь к Юлиану Семенову. Да, Вадим. Не кажется ли, что он в какой-то момент заступил за ту черту, которую отделяет просто журналиста от следователя, от человека, который... Нет, это не кажется, это мы просто знаем, потому что у него первым замом был Саша Плешков, человек из ИПН, но мы все знали, что он грушник. Ну, это естественно, а кто там может быть еще? Да, в то время в ВПН на таких позициях работали только разведчики, и они занимались той историей, которая называется «Золотом партии». То есть выводом активов, сейчас уже забыли словосочетание, когда-то оно было очень непопулярно, «Золото партии». Горгайдар даже ездил по всему миру. Да, выводы активов советских за границу для тем, чтобы потом вернуться и вот как бы все скупать. И эта тема была серьезная очень, и он привлекал через нашего французского коллегу Франсуа Моро, такой бы журналист, и было очень популярное французское издание «ВСД» «Пятница, суббота, воскресенье». Оно было как огонек у нас. Класс, название, кстати, хорошее. Да, просто это был вот такой очень влиятельный еженедельник. И он хотел опубликовать в этом французском издании вот информацию об этих деньгах, которые уводились лубянскими за границу для того, чтобы потом через пару лет вернуться. И Плешкова просто убили в Париже, он был отравлен. Это прям... Ну как, ну у него во время ужина в гостинице полилась кровь из ушей и из носа, его в закрытом гробу сюда привезли, и документов не дали ни вдове, ни Саше Плешкову его сыну. То есть они заключение так и не увидели, но наши французские друзья, журналисты, они говорили, что инфра... Ну их, как это не осведомитель, а как это называется, в органах, в спецслужбах... Информатор. 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 Простите. Говорили, да, что он однозначно был отравлен. Вот, и кстати, он в этот день, в день своей гибели, он утром встречался с Эдуардом Лимоновым, который жил тогда во Франции, и который, кстати, Юлиан Семенов вернул в страну как писателя. Вот, и тот тоже говорил, что да, совершенно однозначно, потому что такая гибель при таких обстоятельствах, моментально. И что странно, в гостиницу до того, как приехала скорая помощь, приехали люди из посольства. А, на всякий случай, да? Просто приехало два человека из посольства, да, вот, для того, чтобы убедиться, что все так. И через несколько недель удар у Юлиана Семенова. Мы сейчас на одну секунду прервемся, дорогие друзья, 5533 наше своё спортало, форум радиомайк.ру, телефон прямого эфира 728-7171, код город Москва-495. И имени Батиновой и Тихомирова. Дорогие друзья, напоминаю, что в студии у нас находится Евгений Додорев, наш коллега с канала Москва-24, который ведет программу Правда-24 каждый день, поэтому вы можете его там увидеть вместе с кошечками, это, конечно, отдельная история. Так вот, чтобы... Лена так посмотрела на меня, какие кошечки. Я знаю, у меня просто... У меня же присет от всех ми-ми-ми, вот этих кок-котэ и так далее. И я просто, когда кошечки услышала... Нет, 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 так все хорошо. Слушайте, чтобы закончить вот этот разговор по поводу Юлиана Семенова, так все-таки он, значит, заступил за ту роковую грань, которая отделяет просто журналисты, которая описывает. Ну, он посягнул на интересы людей, которые занимались миллиардами долларов. То есть, за эти деньги убивали не таких людей. Устраняли, в общем-то, целыми странами зачищали. Так что, к сожалению, он подорвался на этом... Вот подорвался на том же, на чем и Влад Листев. То есть, ощущение, что ты достаточно весомый бренд в стране, чтобы с тобой могли поступить вот таким образом. Ну, его-то вывели не пулей в подъезде, его вывели технологией вот этих инсультов, которые... У нас была лаборатория такая, Виктория Идаленко, такой начальник штаба бригады Длиана Иванова. Помню, такая была? Да-да-да. Ну, нет. Ну, он был богатырь, конечно. Он был богатырь, но это очень легло на легенду. Ну, да, и сработал. Вот эту страну. Слушай, а скажите, вот у меня прямо перед глазами сейчас такие тонкие и умные глаза. Борис Березовский, это ваша книга. Да. А вот его смерть. Вот как... Вы знаете, Васильев упомянутый уже... Да, Андрей. Да, который был очень близок с Борисом Березовским. Но он вызвал коммерсант. Он вызвал коммерсант. Кстати, он хотел сниматься в роли Березовского у Лунгина. И, кстати, у него получилось бы лучше, чем у Машкова. Да, я все, кстати, да. У него энергетика очень с Борисом была близкая. Он мне сказал, что Борис... Они были действительно очень близки, хотя он... С массой претензий к Березовскому расстался с ним. Что он очень резко слез с кокаина. И что он потреблял по 2-3 грамма в день. И что он верит в то, что могло быть неадекватное поведение. В том числе и самоубийство такое, которое выглядит более чем странно. Я не верю в те же разговоры, что это на самом деле инсценировка. Что трупа никто не видел. Что он жив. Вот в это я не верю. Я считаю, что вполне могло быть самоубийство. Во всяком случае, вот в своей книжке... Я именно эту версию рассматриваю. В том числе и со слов журналистов, которые близко общались с Борисом. Доренко, Леонтьев, Колесников и прочее. Мне нравится, что вы в своих названиях по-прежнему используете латиницу. Ну да. Русский... Доренко, Леонтьев, Колос, Градский. Это ваше лицо. Для того, чтобы продажный. Нет, это личное ваше. Нет, оно думает, что мы интернациональны. Для того, что наша отрасль это глобальная. Слушай, скажите, у нас просто, к сожалению, мало времени. А все-таки, Евгений, вот как сохранить этот интерес? Мне кажется, что очень многие люди нашего поколения, ну, скажем так, уже, которые пожили, они вдруг как-то угасают, потому что им ничего не интересно. И меня это пугает, потому что я не хочу общаться с вами с верстниками. Вы знаете, я не согласен. Просто действительно трудно удивить. Сейчас вот непонятно, о чем можно рассказать или что можно писать, чтобы люди вот восприняли это как сенсацию. Раньше напишут, там, в Москве есть проститутки. Вау! Не может быть! Как? Где? Это не может быть. Есть такие мужчины, которые любят мужчин. Да вы что? Как это? Так не бывает. То есть легко было сделать сенсацию. Сейчас удивить невозможно, но интерес все равно есть. Интерес, людям всегда нужны кумиры, всегда есть того, кого мы называем селебрити, есть звезды, интерес к их жизни или к мифу об их жизни всегда существует и будет существовать. Людям всегда нужно кому-то вот на кого-то... Мы даже не про релевые модели говорим, о которых надо восхищаться. Это нормальная потребность социального животного, а мы социальные животные, восхищаться кем-то. Так что я думаю, что интерес... Здравствуйте, Евгений, ну, послушай, а какой миф вы культивируете во внешней среде? Ну, если я расскажу, это уже перестанет... Все усилия по построению этого мифа рухнут в одном интервью, поэтому я оставлю этот секрет для себя. Я знаю, я сейчас брошу кость всем. Евгений был замечен в кругах психотерапевтов и психологов. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ну это совсем уже другая история. Это другая абсолютно. Спасибо большое. Вам спасибо, что пришла. Спасибо, Евгений Огромный. До встречи на Москве 24. Евгений Тодолев был на сготях, журналист-телеведущий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова